Приветствую. В этот раз я как и обещал сделал свое альтер-эго. И круто, ведь с прошлого видоса вроде даже месяца не прошло. В общем, да, это тот самый крафт, который должен был быть больше и сложнее самого бастиона. Ну и как минимум с больше я не соврал. Ну серьезно, посмотрите на его щеки. Итак, в процессе я в основном ориентировался на модельку внутри игры и ее более условную версию, которую я нашел в интернете. Долго думать с чего бы начать в этот раз мне не пришлось. Я сразу потихоньку начал набирать основную форму его мехи. И чтобы сэкономить глину, а тут бы пришлось потратить ее очень, очень много, я изначально слепил довольно большой шарик из фольги, размером примерно с кулак. И экономия глины здесь на самом деле даже не главное. Проблема в том, что если бы весь этот шарик был из глины, то хомяк бы получился слишком тяжелым. И крохотные лапки, на которых держится вся эта меха, могли бы не выдержать. Ну и знаете, как бы дико это ни прозвучало, но такое огромное количество мелких деталей меня нисколько не смутило. Больше трудностей у меня вызывало соблюдение пропорций и симметрии. Так как на этом шарике к каждой мелкой детали отведено свое место. И если закосячить с одной из них, то вместе с ней поплывут и все остальные. Поэтому тут было два варианта. Либо сидеть максимально сконцентрированным, либо как-то расчертить на этом шарике каждую деталь. Сам по себе я довольно ленивый, поэтому я выбрал первый вариант. Ну и наверное сильно больших косяков я так и не сделал. Хотя это на самом деле еще как посмотреть. Потому что пропорции у меня вышли все-таки немного не те. И думая об этом, я в какой-то момент решил пуститься во все тяжкие. И немного так изменить его общие пропорции. Сделав его конечности самую чуточку больше. Для того, чтобы его меха больше напоминала павука. И я посчитал, что так она будет выглядеть гораздо интереснее, чем игровой вариант. В котором, как мне кажется, основная часть мехи, вот этот шарик, сильно большой. И его маленькие лапки смотрятся как-то нелепо, если честно. К счастью, временно подумать мне этот крафт дал более чем достаточно. Например, лапки мехи я делал дня три, наверное. Ибо их нужно было сделать максимально похожими друг на друга и симметричными. Чтобы какие-то их мелкие огрехи не сильно бросались в глаза. Все-таки я не сильно похож на 3D принтер. Дальше шла, наверное, самая волнительная часть крафта. Это скрепление лапок сосновой мехи. Я очень сильно боялся, что они не смогут выдержать такого веса. Особенно вспоминая, с какими трудностями я столкнулся, когда соединял траки на бастионе. Поэтому я заранее укрепил лапки проволокой, которую соединил сосновой. Временно закрепляя ножки суперклеем, а потом проливая жидкой глиной. И в итоге получилось довольно крепкое соединение. Которое спокойно выдерживало вес мехи в недоделанном состоянии. Ну и сильно заходя вперед, в доделанном виде она тоже спокойно ее выдерживает. Дальше мне лишь оставалось сделать пулеметы и самого хомяка. Ну как, про лишь это я, конечно, загнул. Потому что на пулеметы у меня ушло времени даже больше, чем на лапки. В целом, наверное, дня четыре. И для того, чтобы их сделать качественно, а самое главное, симметричными друг к другу, мне пришлось реально напрячься и раскрыть все свои чакры. Нет, серьезно, я уже давно не заморачивался по мелочам настолько сильно. В какой-то момент даже немного словил дежавю по старому доброму крафту бастиона. В общем, по окончанию лепки пулеметов, я долепил выходной люк, про который я забыл изначально. И окончательно закрепил пулеметы на мехе, слегка обалдев от их размера. Все-таки стволы оказались гораздо длиннее, чем я ожидал. Ну а дальше нужно было переходить к лепке виновника торжества. И это оказалось как-то уж слишком просто. Хотя, если честно, я его немного факапнул. Даже не немного. Он получился гораздо больше, чем я хотел изначально, но в итоге мне даже нравится конечный результат. Все-таки это фигурка, и она должна быть немножко карикатурной. Вот такая вот красота получилась. И мне было очень страшно переходить к ее покраске. Но что поделать, дело делать надо. И на это дело у меня ушло больше недели. И честно говоря, покраска превзошла все мои ожидания. В хорошем смысле. По сути, в ней не было ничего сложного. Никаких новых или сложных методик я не изобретал. Все делал как обычно. Загрунтовал простым черным акрилом. И постепенно наносил основные цвета. Потом выделил металлик. Пролил все это дело. Ну и приступил к этапу, к которому в этот раз я подошел гораздо серьезнее, чем в прошлых своих работах. Я про драйбраш. В этот раз я решил с ним не халтурить. И вышло, надо сказать, очень круто. Из-за того, что на работе просто куча мелких деталей, при высветлении граней на них, на фигурке создается просто обалденный эффект. В общем, одно только высветление граней уже вывозит на себе всю покраску. Опыта лучше у меня до этого не было. Ну и да, красил я работу в лайве, так что... Ну и финальным аккордом, после лакировки матовым лаком, я прошелся обычным глянцевым лаком для ногтей по его глазам, чтобы они блестели. И на этом все. Крафт, конечно, вышел далеко не идеальным, но, наверное, это все же самая сложная работа, что я делал на данный момент. И по сравнению с бастионом, которого я сделал два года назад... Ну, конечно, по сравнению с хомяком, бастион сейчас выглядит довольно жалко. Ну, а я теперь смогу спокойно отдохнуть от таких сложных работ и взяться за что-то попроще. Надеюсь, увидимся как можно быстрее. Не скучайте. А, ну и, конечно же, да. Я начал стримить процесс крафтов на Твиче, так что, если кому интересно, ссылка будет в описании. А хомяка и другие свои работы я продаю в группе ВК, так что туда тоже заглядывайте. Теперь точно все.